Субтитры создавал DimaTorzok Мы с ним постоянно встречались с Ильёном Михайловичем, поддерживали контакт, очень хорошо друг к другу относились. Я его очень чту до сих пор. Я считаю, что он... Даже не то, что он меня учил китайским языком. Кстати, он на первом курсе нам преподавал грамматику. На втором курсе он преподавал всё. Мы читали с ним тексты. Современные, кстати, тексты 30-х годов, когда он был в Китае. А это он с китайцем. Иван Иванович Советов. Как вы сами понимаете, он китаец, поэтому не Иван Иванович. Но он китаист, очень знающий. Он работал в Министерстве на данных дел. Советов Чень он был. И они были друзья. Советов Чень помогал Илье Михайловичу составлять слова. Это уникальная фотография. Уникальная фотография, где три крупных китаеведов. Два из них мои учителя. Василий Михайлович, это, так сказать, уже где-то такое вроде самоофа. Он витает в облаках. Он в центре. Это в его кабинете в Ленинграде. Это осталось, я не знаю, в каком году. Но это когда Илья Михайлович писал докторскую диссертацию. Значит, это 50-е годы. А это Лизанч Эдлин, который был докторант или писал кандидатскую диссертацию тоже у Василия Михайловича Алексеева. Это переводчик Бо Джуи, танцкая литература. Сунскую он не переводил, а танцкую переводил. И Тао Юаньмина он переводил. Так вот, Эдлин Лизаныч, который очень хорошо знал литературу, на втором курсе преподавал мне, как ни странно, каллиграфию. Вот представьте себе. Великолепно писал по-китайски Лизаныч. Лизаныч жил в Трубниковском переулке. Это между Арбатом Новым и Поварской. Вот здесь, в большом старом доме, во дворе, у них было две комнаты. Его жена Бунин из семьи, из родственников Бунинах. А поскольку он сам был приезжий, то он жил у жены. Вот я был в его комнатушке. Вот такая маленькая комнатушка, это был его кабинет. Вот тогда писал. Он когда переводил как раз Бо Цзи. И книжку, которую он перевел, Бо Цзи, у меня сохранилась. Это старая книжка 50-х годов. Это первый перевод, который вышел Эдлин Лизаныч. Вот. А потом они уже переехали в аэропорт, в свою квартиру. Это в доме писателей уже. Вот это тоже уникальные фотографии. Илья Михайлович, он заведующий кафедрой дипломатической академии. Вот. А это целый Сергеевич Колоколов. Без бороды. А потом он с бородой стал. Это уникальная личность, надо сказать. Блестящий сноток китайского языка. Он говорил как китаец вот такой вот с улицы. Потому что он воспитывался в Китае, в старом Китае еще. Прекрасно знавший классику. И переводил Конфуцию. Он любил Конфуцию, обожал Конфуцию. Но перевода так и не утвердили его, потому что переводы с заскоками были. Вот. А это вот тоже редкая фотография от Василия Михайловича Алексеева. Это уже ксерокс, неудачный ксерокс. Это в Китае он фотографировался в десятых годах, когда он был вместе с профессором Шаваном. Ну, это он в позе, как вы сами видите. Он здесь похож на банкира. Больше они на ученого. О лесах. Но вот его знаменитая книжка, она, кстати, сейчас вышла, эта книжка во втором издании, это в старом Китае. Она дополнена сейчас его путешествием по Южному Китаю. Вот. Она вышла, эта книжка сейчас продается там, в этом самом, в Восточном редакции. С Конрадом я был знаком. Это, в общем, Шапочное было знакомство, это Академия Конрад. Вот. Он читал у нас некоторые лекции, читал в Московском университете, когда я преподавал. Ну, они были хорошие знакомые, я не знаю, друзья или нет, с Василием Михайловичем Алексеевым. Ну, это точно ни у кого нет. Это культурная революция. О. Это культурная революция, 73-й год. Это я в Байдайхэ. В Байдайхэ я там год был в Пекине, это правительственная делегация. Это китаец Ли Фен Линь, который потом стал послом здесь, в Москве, несколько лет тому назад послом. А сейчас он занимает какой-то крупный пост в СНП. А это вот вся делегация. Вот это глава делегации был генерал-полковник такой. Здесь вот и китайцы есть, и я здесь тоже вот стою. И вот это вот с кем мы постоянно встречались. А я попал в эту самую делегацию как эксперт по китайскому языку в связи с пограничными вопросами, вот этой разграничительной линией. Тогда это был очень острый вопрос, 73-й год, как раз только что Даманский был. Вот. И вот эти переговоры как раз здесь были. А это уже китайцы. Это поэт, известный Байхуа, он уже в Шанхае. Сейчас он уже, я его не видел давно. И последний раз, когда я был в 2000 году, к сожалению, я его не застал. Он уехал в Юнгань. Вот я ему позвонил по телефону, но разговаривал с женой. Мы в очень хороших отношениях были с ним. Я его знал еще по 50-м годам. Он очень любил русское кино. Он был влюблен в Смирнову. Вот которая была... Фильм был перед войной, вышел «Любовь, любовь» какой-то. Не помню сейчас, как он называется этот фильм. Сейчас может вспомнить. Ну вот, он был у нас не единожды. Он приезжал сюда уже в 80-х годах. Мы с ним встречались в отеле Пекине. Но, к сожалению, его все время критикуют. Потому что он такой свободолюбивый человек. Он поэт, естественно. Высказывается иногда очень остро. Он и писатель тоже. У него есть интересный роман, который называется «Женское государство в Юнане». Что-то такое. Юнань Нюйжэнго, по-моему, так называют. Что-то вроде этого. Он у меня есть, этот роман. Это жена Лаоше. Я с ней встречался в 80-х годах. Это в их кабинете, в мемориальном доме Лаоше в Пекине. Ну, она умерла сейчас. Она художник. Очень хороший художник был. А ее сын Шуи. Мы с ним переписываемся. И сейчас тоже. Я с ним в 2000-х годах встречался. Вот с Ван Мадом вместе мы были. Вот он, Шуи. Вот. Он был директором современной китайской литературы. А сейчас он пишет в основном воспоминания. Это дочь Лаоше. Вот там же, в этом старом доме, в Хутуне. Шу Ди ее зовут. В доме музея Лаоше. Это 2005 год. Вот. Это около переулка, как раз там. Это в центре Пекина. Вот это какое-то кафешка здесь. А здесь вот Хутун маленький. И там вот как раз этот дом. Это мы на могиле Лаоше в западной части Пекина. Это его дочь. Вот это как раз у его дома мы сфотографировали. А это Лю Синю. Вот очень интересный тоже автор, писатель. У него есть романы о Пекине очень интересные. Например, роман Джунгулоу. Джунгулоу – это башня колокольная и барабанная башня. Это кусочки старого Китая. Он описывает старый Китай. В основном. А сейчас он занимается… Он выступает по телевидению в Весеневу. И занимается Хунглоу Мэном. Он написал уже четыре книжки о Хунглоу Мэн. Со своей теорией о связи этого романа и автора этого романа с двором, императорским двором. Вот конфликт, который происходил при дворе. Как они отразились в этом романе. Это очень интересно. Он выступает в телевидении. Последний раз я его видел… А, вот здесь он даже написал… Что он написал? Он написал… «Лю нянь» на память мне. «Лю Синь Ву». 2006 год. Мы сидели в ресторане. Они меня пригласили. Сидели, значит, пили чай. Ну, не только чай. Я тогда мог выпить там что-то такое. По-моему, уже готовы пили. А, может быть, Мао Тай. Мао Тай, скорее всего, наверное, пили. Вот. Но… И вот тогда он мне рассказывал о Хун Лоу Мэн как раз. Это очень интересно. У меня несколько книг его есть. Это… Могила Лао Ше. Ее… В общем, Шуи придумал вот в таком виде. С надписями там и так далее. Это жена Шуи. Сына. А, это я. Это я дома. Вот. Но книг у меня сейчас в несколько раз больше. Это я в Китае. Вот когда с Ван Мэнман. А это я в Литературном институте. Вот здесь ноги Герцена. Сейчас у нас огромный кафе. У нас 30 человек. Из них я почитал, по-моему, 20 человек. Это мои ученики. Включая Крапетьянцев тоже. Я его тоже учил. Тоже учили, да. Так что в какой-то степени я вам благодарен даже, что вы подвигли меня на рассказы эти. Иногда забываешь. Уже начинаешь забывать. А потом иногда думаешь, а зачем тебе это нужно? И так тоже иногда думаешь. И когда вот такие вот минуты наступают, то оказывается, начинаешь думать. Не зря прожитая жизнь. Наверное, так вот. Вот это важно, наверное, очень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова